Чтобы узнать о себе, спроси у других. А чтобы посмотреть на невероятные нокауты, не нужно принимать в них участие. Достаточно зайти на мой канал. Привет, пестрокрылые драконы! С вами Федорович, а в этом видео вы насладитесь уникальными нокаутами, которые сотворили отличные бойцы своими чудо-ударами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании. И узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Сколько бы коса не скосила лугов, рано или поздно на ее пути встречается пенек, который может ее поломать. Но это не точно, если в руках косаря достаточно сил, чтобы его расхерачить. В главном бою вечера Энтони ждал очень непростой соперник в лице Томпсона, который не уступал в навыках ударки, а как показал бой, еще и превышал в физухе. Защищаясь два раунда, Петти словит момент на последних секундах и творит историю, прыгая на Томпсона, как дикий леопард на антилопу, с феноменальным супермен панчем, мгновенно отправляя того в нокаут. Оставить кота сторожить рыбу так же глупо, как взять литру пива вместо двух на бойцовское шоу. 2014 год. Макао, Китай. Финал шоу Ultimate Fighter. Главный бой вечера, в котором сошлись Джон Хэтэуэй против Ким Дон Хёна. И пацаны оправдали все надежды фанов на этот вечер. После 11 минут жесточайшей рубки, в которой досталось обоим, но все-таки где-то на полголовы был лучше Ким, зрители просто возрадовались финалу. Все закончилось невероятной красотой от Дона, который, как китайская копия Аунгбака, зарядил офигенный локоть с разворота, сразу же отключив всю навигацию Джону. Дракон следует за облаками, а тигр за ветром, но оба питаются овечками. Также и фаны. Некоторые ненавидят, а некоторые восторгаются, но все смотрят поединки Майкла Венума Пейджа. Кто бы что не говорил про его чрезмерные понты и выпендреж в ринге, но он действительно топовый и очень талантливый боец. Боксер, помогающий колоть дрова в деревне, готовит противника к нокауту. Также и Пейдж. Долгие годы выступал по кикбоксингу в Семиконтакте, что помогло ему стать настоящим грандмастером по чувству дистанции и контрударом, насобиравшим целый КАМАЗ медали и кубков. Как улетающий в теплые края гусь не раздумывает над этим решением, так и Майкл, долго не думая, в 2012 году перешел в ММА и провел свой дебютный бой против Бена Дишмана. С лихвой поиздевавшись над Беном, Венум ворвался в мир ММА, как торнадо, отправив в нокаут противника одноименным ударом. Седьмой бой в Беллаторе преподнес Венуму противника по прозвищу Киборг, и это должна была быть заруба в лучших традициях Марвела с тотальным разрушением. И парни не подвели, разрушение действительно было, только головы Сантуса от колена в прыжке Пейджа и еще одна зарубка красивого нокаута на дверном косяке в раздевалке Майки. ACB-89 Гога Шабатава затащил в раздевалку точильный камень и, как добротный кузнец, затачивал свой локоть для предстоящей битвы с Павлом Пастушковым. Но иметь хороший удар мало, нужно уметь его вовремя применить, а у Гоги это получилось великолепно. Бэкфист от Паши улетел в никуда, зато навстречу прилетел красивенный и жесточайший локоть с разворота. Одна собака залает впустую, десяток подхватит всерьез. Также ведут себя фаны в интернете. Один скажет, что кто-то фаворит, а кто-то отстой, и все кричат, что так оно и есть. UFC 130, 2011 год. Полные трибуны заставляли поджилки бойцов дрожать, а пиво литься рекой. В клетку вышел Стефан Штрюве, или, как бы его назвала бабка под подъездом, дядя Степа Великан. И не зря, ведь с ростом 213 сантиметров мужик весит под 120 кило. Напротив стал Трэвис Браун, которого еще до боя окрестили андердогом, и заочно заказали для него палату в ближайшей больнице для откачки. Хотя мужик выходил на этот бой без поражений и имел тоже немалые габариты в 2 метра роста и сотку веса. Неудачные попытки Штрюве в партере были жестоко наказаны Брауном в стойке. Удар Супермена закончил этот бой Титанов, отправив Стефана в глубокую медитацию для осознания своих ошибок. Если один бок забывает, другой обязательно поможет. Главное верить в себя. Так и у бойцов, когда не хватает техники, можно выиграть характером. Ник Диас – один из самых бешеных рубак UFC, который предпочитает боксировать, постоянно идя в обмен, но при этом обладает личными навыками джиу-джитсу, а его победы болевыми говорят сами за себя. UFC 47. Ник Диас против Робби Лоулера, который выходил на бой с 8 победами и только одним поражением. Как рыбы ждут, когда растает лед, чтобы выпрыгнуть из воды и показать всему миру свой плавник, так и зрители ждали чудес от этого боя и дождались. Почти 7 минут рубероида в лучших стилях собачьих боев и невероятный финал легким джебом, который Ник выбросил сразу же после атаки Робби. Многие потом назвали этот удар фантомным, прилетевшим именно туда, куда надо и когда надо. Про Соловья много не говорят, его просто слушают. А про чудо-удары нечего рассуждать, их нужно видеть. На UFC 217 зрители увидели. Такое чудо, что на словах трудно передать. Поединок между Рамосом и Захаби радовал болельщиков почти 12 минут, что многим дало возможность заказать уже по третьему беляшу, но финал заставил все эти беляши выйти наружу от восторга. Рамос, как настойчивый дятел, не отступающий перед дубом, два раза подряд пробил локоть с разворота и опа попал. Но если первый Захаби еще выдержал, тот второго ушел в мертвой опеке. Молодость не значит глупость, тем более в плане техники у бойцов. Иногда молодые горячие парни устраивают в ринге настоящее шоу с фантастическими ударами. Как это сделал Мак Данцик и Джереми Стивенс. Оба пацана были победителями Ultimate Fighter, оба перспективные бойцы. Только Стивенс нокаутер-ударник, а Данцик греплер, поломавший 11 соперников. Но как прекрасна и разнообразна радуга, так и непредсказуемы бойцы. После атаки Стивенса, Данцик на отходе выбросил левый сбоку в лучших традициях Макгрегора, отправив ударника в нокаут, чего уж от борца точно никто не ожидал. Охотник за дешевизной всегда теряет деньги, а боец, который ищет легких боев, теряет славу. Но это точно не про Дугла Салиму, который всегда принимал вызовы от любых бойцов и показывал отличные бои, одинаково хорошо владея ударной и борцовской техникой, о чем говорит его рекорд. Но особенно здорово он умел отбить ноги противнику, что давало ему превосходство в дальнейшем бою. В 2019 году для Дугласа наступил судьбоносный день. Имея за плечами 31 победу и 7 поражений, он встретился с золотым мальчиком Белла Тора Майклом Пейджем, который был непобедим и имел 14 побед в своем мешке. Конечно, Лима был аутсайдером, и бой это подтверждал. Майкл работал в своем стиле, делая все, что хочется, а Дуглас никак не мог попасть, но только в первом раунде. Как чуйка спасает матерого волка от ловушек, так и наработанные годами удары помогают в боях. Коронный лоу-кик навстречу и похоронный апперкот в голову сделали Лиму героем для многих хейтеров Венума. Пишите в комменты, какой нокаут вы будете практиковать с соседом на кухне. Конечно, только после пятничных посиделок. Субтитры создавал DimaTorzok